Приветствую вас, друзья! Мы продолжаем играть в игру под названием My Summer Car. Третий день мы уже с вами не моемся, пытаемся отдать долг, и сегодня настал этот день. Мне кажется, сегодня мы покончим с этим долгом. Так, давайте возьмем еды. Я до сих пор, кстати, не засейвился, и лодка работает, лол. Так, выключим двигатель. Ну, на самом деле она, наверное, может бесконечно работать, потому что топливо не тратится абсолютно никак. Так, возьмем, в общем, упаковочку с едой, точнее, одноразовую тарелочку, если можно эту тарелку назвать. И погрузим это все в трактор, и прямо сейчас мы с вами отправимся к Иванычу, опять же, без звонка. На этот раз должно все получиться, сейчас 11 утра, 11 часов утра, так что времени у нас предостаточно. Пиво у нас осталось, еда вот есть, так что всего нам хватает. Блин, как же напрягает эта листва летающая. Все время постоянно бросается в глаза. Так, ну ладно, не будем обращать на это внимания. Так, загружаем еду. Пиво-то не выпало? Нет, все на месте. Все, тогда забираемся в трактор. Сейчас нужно будет аккуратно развернуться. Так, что у нас там с топливом, кстати, перепроверим сейчас. Так, слушайте, а топливо все-таки, походу, заканчивается. Да, но должно хватить нам. Должно нам топливо хватить. Так, давайте огни, наверное, выключим. Так, я выключил или нет? Что нас толкает сзади? Так, короче. Давайте поспешим, наверное, тут что-то трактор трясется. Что с ним происходит? Так, я сел или нет вообще? Так, вот теперь сел. Так, аккуратно здесь, наверное, будем разворачиваться. Хотя здесь не очень удобно. Все-таки кочки сплошные. Вроде нормально. По-моему, прицеп вообще отцепиться никак не может. Хотя, не знаю. Так, ну и ладно, поехали, в общем. Поехали обратно. В прошлой серии мы зря просто так доехали. Просто прокатались, можно сказать. Так, давайте что-ли радио врубим. Дорога не близкая. Нужно найти сейчас нашу радиостанцию. Пока что включим повышенную уже. Так, а вот и наш радиостанция. Все, и поехали. В планах на сегодня у нас разобраться, куда складывать дрова. Но, наверное, под ноги Иваныча там меток никаких нету. Так что, я думаю, просто в этой зоне рядом с ним. Главное, его не сбить опять, чтобы он не свалился. А то он нам не заплатит. Так что, ну, чуть-чуть подальше от него мы, наверное, сбросим все дрова. Вот, получим бабки. Трактор довезем до дома. И, не знаю, возможно, поедем на фургончике отдавать долги, так сказать. И закупимся, наконец, едой. И самое главное, засейвимся. Это самое главное. Потому что я по тонкому льду, на самом деле, хожу. Вот сейчас я врежусь, и все. Сейв у меня вообще старинный, можно сказать. Так, давайте третью врубаем. Что-то я на второй еду. Преодолев небольшой путь, мы подъезжаем уже к Михалычу. Уже второй поворот. Осталось совсем немного, надеюсь, Михалыч рад меня будет видеть. Он очень ждал этих дров. Не дождался все-таки прошлой ночью. И пошел спать. Так, нормально. Так, первый дом, и сразу же второй. Это Михалыч. Ну, надеюсь, он на месте. Сколько можно туда-сюда возить эти сраные дрова. Так, ладно, давайте музыку пока вырубим. Так, мы все-таки уже подъезжаем. Будем разгружать. Барахло это все. Ну, а тем временем топлива у нас все меньше и меньше, друзья. Так, здесь, наверное, пониженный придется включить, чтобы забраться на небольшую горку. Так что, возможно, топливо у нас закончится, и мы не сможем доехать обратно до дома. Но, в принципе, ничего страшного, на самом деле, наверное. Не знаю, в общем, как получится. Но, если что, добежим пешком до дома. Возьмем фургончик, возьмем две канистры. Все их заправим. Отдадим долг, закупимся едой и заживем, друзья, заживем. А вот уже виднеется нужный нам дом. Ну, давайте на пониженный тогда и доедем уже. Осталось совсем чуть-чуть. Михалыч, встречай друга. Я привез, как ты просил. Как ты просил. 101 бревно. Как заказывал. Так, ладно, давайте все-таки повышенную включим, чтобы заехать нормально. Фух, Иваныч, ты здесь. Я уж думал, тебя здесь не будет. Так, ну все, значит, да, все отлично. Тормозим примерно вот здесь, наверное. Так, отлично, нейтралочка. Давайте глушиться. Хотя зря, наверное, заглушился. Мне же еще нужно как-то прицеп этот перевернуть. Так, ну что, нормально? Вот сюда? Сюда? Что ты рук-то опять протягиваешь? Что ты показываешь? Сюда? Сюда? Боже мой, какой ты бледный. Ты что, опять набухался? Боже мой, еле стоишь. Ногу еще сломал, что ли? Кривоногий. Так, ладно. Ну, раз показывать сюда, значит, давайте сюда. Я надеюсь, я не промахнусь. Так, ну давайте смотреть, как это все работает. Для начала нам нужно, наверное, завести наш трактор. Так что зря я его заглушил. Так, и теперь все нормально. Не паникуй, не паникуй. Блин, что он там орет? Может, я что-то неправильно сделал? Что такое? Что? Вот, вот дрова. Как просил. Что? Давай деньги. О, действительно протянул деньги, оказывается. Блин, я думал, я все-таки неправильно что-то сделал. Посмотрите, как убогу все выглядит. Боже мой, я думал, все будет нормально. Теперь отсюда надо выехать как-то, потому что, смотрите, мы колесами в этих бревнах застряли. Хотя, вроде как сквозь эти бревна можно проходить. Так, я застрял, похоже, друзья. Нет, пожалуйста, нет, 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 нет. Вылезай, твою мать. Фух, слава богу. Так, давай деньги. Давай деньги. Все, деньги есть. Да, друзья, почти пять тысяч. Ну все, теперь иди в задницу. Так, берем заветную бутылочку. И уезжаем, друзья. Ну все, тогда доезжаем до дома. Разгружаемся, так сказать. Пьем, едим. Так, сейчас главное прицепта обратно сложить в исходное состояние. Так, все, вроде складывается. Ну и попробуйте проехать через эти дрова. Какая картина сейчас перед вами? Дрова и Иваныч в дрова. Иваныч в дрова рядом с дровами. Ну или что-то типа того. Вот так, ладно. Ручник. Сейчас попробуем тронуться. Ой, нет, не кулаком. Да, все нормально. Мы выезжаем отсюда спокойно. К счастью. Так что все, тогда я возвращаюсь домой и поедем уже на фургончике в город отдавать долги. Я уже немного проголодался и пить хочется. Давайте бахнем, наверное, Кусичанского. Так, что-то я достать не могу, правда. Ладно, выйдем тогда уже на дорогу. Так, почтовый ящик тоже, да? Вроде как только текстуры. Я могу сквозь этот почтовый ящик проехать, да, по всей видимости. Так, давайте выпьем пиво. Ну давай же, да е-мое, что я слезть-то не могу. Обязательно надо остановиться, что ли? Похоже на то. Так, ладно, давайте нейтралочку. Так, вот, остановился и теперь немножко попьем. Так, отлично. Так, погодите. Эту бутылочку надо не потерять и еду нашу тоже. Еда вроде не провалилась. Вон, под ногами у нас валяется. Нормально. Так, все, поехали дальше. Ручник. Первое. Пониженную вырубаем. И все, можно возвращаться. Я, кстати, дверцу с той стороны не закрыл. Ну, слушайте, это довольно легко на самом деле. Не так уж много времени занимает. В принципе, мы даже, наверное, быстрее справляемся с работой на тракторе, чем справляемся с двумя вызовами на говновозки. А получаем мы денег больше. Так что я думаю, мы в дальнейшем будем только работать на тракторе. Колоть дрова мы можем рядом с домом. Это просто замечательно. Развозить по точкам не надо. Только одна точка есть. Это Иваныч. Только к нему привез и все, обратно поехал. Так что эта работа на самом деле идеальна. И платит больше. И, возможно, даже быстрее мы с ней справляемся. Я просто не засекал, не буду утверждать точно. Но, по-моему, мне кажется, все-таки это даже быстрее, чем два вызова выполнить на говновозки. Так что дальше мы будем работать, скорее всего, только на тракторе. Так мы быстро заработаем денег и будем ни в чем себе не отказывать, как говорится. Но давайте все-таки сосредоточимся на основной нашей задаче. Выйдем, наконец, из кризиса. Главное, сейчас никуда, опять же, не свалиться, никак не зафакапить сейв, потому что я не сохранялся опять уже на протяжении нескольких серий. Сразу все подряд снимал. Так, аккуратно, 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 аккуратно. Так что нам главное добраться до города, заплатить все деньги и благополучно засевиться. Так, мне показалось, отвалился прицеп все-таки, но, по всей видимости, нет. Итак, добрался я до дома, покушал, поспал и, наверное, все-таки рискну и сохранюсь. В принципе, я должен успеть до города доехать. Сейчас шкала у меня вообще не заполнена. Так что еда сейчас наша вся пропадет, но зато мы засевимся наконец-то. И если что случится, потому что я всегда могу влететь на фургончике в дерево какое-нибудь, или вдруг навстречку мне приедет этот зеленый мужик. Так что все может быть. Так что сохраняемся. Ну и погнали в город на фургончике. Не хочу я все-таки использовать опять лодку, потому что ночь опять. Наверняка где-нибудь наберег... А, нет, погодите. Это, видимо, из-за того, что я засевился. Погодите, а сколько времени тогда? А, ну нормально, отлично тогда. Смотритесь, просто замечательно. Давайте посмотрим, что у нас с топливом в нашем фургончике. Да, давай, открывай. Так, нормально, откручиваем. Так, канистры у меня где все? В грузовике, да. Магнитолы на этот раз мы брать не будем. Так, а вторая где канистра? В лодке, по-моему, или где? Я что-то забыл уже. Где вторая канистра? Так, фонарик я, кстати, принес. Ну вот он здесь. Так, или канистры в тракторе. Блин, хрен поймешь, где я там оставил эти канистры. Постоянно с ними ношусь туда-сюда. Перекладываю их. Так, ну, это с дизелем канистра. Так что она нам и нужна. Давайте берем, делаем вот так вот и смотрим. Или не смотрим. Так, все-таки смотрим. Да, вот она шкала. Отлично, топлива нам вполне хватит. Тогда берем эту канистру, загружаем в фургончик. Что мы еще с собой возьмем? Конечно же, фонарик. Мало ли, все может случиться. Также, ну, тут одна бутылочка с пивом осталась. Понять бы, где канистра вторая, куда я ее засунул. Все, из трактора я взял ящик с пивом. Все нормально. Также я вспомнил, где наша канистра. Я вспомнил, что я ее оставлял в городе. Ну и, честно говоря, не знаю даже, как лучше ехать на третьей передаче. Или не стоит, или ехать на второй. Потому что даже на второй, столкнувшись с деревом, например, или мужиком зеленым, я точно сдохну. Ну ладно, давайте на третий поедем. Я думаю, будет нормально. Надеюсь, мы никуда не съедем, никуда не упадем, ни в какие ямы. Так, здесь нужно притормозить. Ну, сейчас доедем, оплатим наш сраный долг, который я так и не оплатил. Заправим канистры. Мне кажется, денег нам должно хватить. Еще и останется. Купим еды и еще даже сверху этого останется. Так, вот здесь надо аккуратно-аккуратно тормозим. Так, опасный момент номер один. И еще два опасных момента будут впереди. И больше ничего. Дальше уже нормально доедем. Ну вот, мы уже и подъезжаем. Осталось совсем немного. Выходы уже на асфальт. Так что все нормально. Я не перевернулся по пути, ничего со мной не произошло. Как вы видите, я цел, жив и здоров. Так, выключим мы, наверное, радио. А то радиоведущий тут начинает опять бубнить, о чем-то рассказывать. Давайте, знаете что? Давайте назовем продавца в магазине тоже как-нибудь, каким-нибудь именем. Например, его будут звать Василий. Как вам такое имя? Простое имя. Просто Василий. А то все продавец да продавец, и теперь будем его звать Василий. Так, ну сейчас мы приедем на разборки с Василием. И будем выяснять отношения. Так, поворачиваем. Аккуратненько сбрасывать надо уже скорость. Так, заезжаем. Давайте мы вторую передачу, наверное, и уже доедем до самого магазина. Сколько у нас там топлива? Нормально еще, полбака есть практически. Так, ну что, тормозим здесь. Так, канистра наша осталась, так что с ней все в порядке. Так, нейтралочка. Глушимся и ручник. Так, выходим, ладно. Ладно, Василий. Ты, значит, мне с угрозами звонишь. Посмотрим, что ты скажешь на это. Да давай, запрыгивай. Так, я надеюсь, он на своем месте рабочем. Привет, Василий. Да, хороший денек. Слушай, а ты мне долг можешь простить, а? Или давай вообще так. В общем, 20% со своих продаж ты будешь мне платить ежемесячно. Что говоришь? Что-что? Ты как-то шепчешь, я ничего не слышу. Не согласен, говоришь. Ну ладно. Не хочешь по-хорошему? Будет по-другому. Блин, хотел разбить все витрины здесь. Слушайте, я могу разбить, по-моему, стекло, но, возможно, копы приедут. Получай, получай, Василий. Нате по голове. Было бы круто, если бы здесь можно было рэкетом каким-нибудь заниматься. Но, конечно, это не та игра. Ладно, хватит рофлить, давайте оплачивать. 3104. Так, все. Кстати, ачивку какую-то даже получили. Так, замечательно. Теперь покупаем дешевые еды. Что у нас тут подешевле? Самая дешевая еда это у нас пицца и сосиска, похоже. Ну вот столько. Я надеюсь, хватит еды. Сколько там получилось? 125 баксов. Нормально. Теперь тогда заливаем бензина и дизеля. И благополучно можно засэвиться. Ну вот и все, друзья. Выход из кризиса. Как он есть. Так, зачем я за пивом пошел? Давайте заливать теперь топливо в канистры. Ну и поедем обратно. Собственно, и все. Теперь можно уже расслабленно себя вести. Так, сначала бензин. Можем спокойно теперь закупаться. Так, ну давайте тогда составим план на будущее. На следующую серию. Наверное, тогда пора, пора уже забирать нашу тачку. Пора посмотреть хотя бы, сделали ее или нет. Потому что звонка я, наверное, не дождусь все-таки. Лучше бы мне письма какие-нибудь присылали, чем звонки. Потому что я не часто уже дома нахожусь. Раньше-то я ковырялся со своей тачкой дома. Так, слушайте, а канистры с дизелем полные. Как ни странно. Я думал, она пустая. Ну ладно, отлично тогда. Еще немного денег сэкономим. Так, грузим все канистры в фургончик. Первая и вторая. Так, все, оплачиваем. Берем наш пакетик. Наверное, сразу его откроем. Итого, смотрите, мы должны 244 бакса. Так, да, давайте сразу в фургончике, внутри фургона, откроем пакет. Потому что после сейва он сам вскроется в любом случае. Так что давайте лучше при мне, чтобы ничего не потерять. Так, все на месте, все на месте. Фонарик есть. Фонарик давайте в салон, наверное, засунем. А то будет плохо, если мы потеряем фонарик. Это все-таки важная штука. Без фонарика довольно тяжко. Это я сам себе доказал, когда плыл на лодке ночью и пытался найти дом. Да, не открывай ты дверь. Так, ну все тогда. Ну что, давайте что ли заправим фургон тогда. Полный бак. Благо, это делается все быстро, в отличие от грузовика. Да, времени мы много не потратим. О, кстати, тут все-таки есть какая-то длина. Не хватило мне длины. Ладно, давайте подъедем. Дверь тогда закрывать не буду. Сейчас быстренько подъедем. Ну, в общем, если тачку до сих пор не сделали, тогда, наверное, опять дрова будем возить. Не знаю, будем ли мы на говновозке работать. Что-то мне надоело на говновозке. Хоть мне эта работа и нравится больше, но денег мы получаем меньше, а время тратим больше. Так что не знаю. Наверное, пока повозим дрова. Пока не надоест, будем возить дрова. Как надоест, опять переключимся на говновозку. А может, добавит еще какие-нибудь работы. Было бы здорово, потому что уже этими работами я сып по горлу. Хотя дрова только свозил один раз. Ну, как один раз? Можно сказать, два раза я возил дрова. В первый раз просто Иваныча на месте не было. А во второй раз мы благополучно ему доставили дрова эти. Так, все, видите, как быстро все делается, в отличие от грузовика. Так, ну все, теперь можно сейвиться со спокойной душой. И на этом мы, наверное, будем заканчивать, да. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.